Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. 30 октября ушел из жизни Игорь Леонидович Кириллов, знаменитый советский теле-радиоведущий. Ему было 89 лет. Он ничем не болел. Еще несколько дней назад он собирался принять участие в съемках на телевидении, но заснув ночью, он просто не проснулся. Его голос знали и знают миллионы телезрителей. Игорь Кириллов родился в 1932 году в Москве. Актерское образование получил в театральном училище имени Щепкина, после окончания которого поступил на службу в Московский театр драмы и комедии. С 1957 года Игорь Леонидович начал работать на телевидении помощником режиссера. После победы на конкурсе дикторов в 30 лет занимал должность главного диктора программы «Время». Часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. Пусть в каждой советской семье будет светло и празднично. Пусть над землей будет мирное небо. С Новым годом, дорогие товарищи! Кроме этого, Игорь Кириллов вел различные передачи на телевидении, такие как «Голубой огонек», «Спутник телезрителя», «Телескоп» и «Всемирная сеть». Другим странам поста история пастью гроба. А моя страна, подросток, твори, выдумывай, пробуй, радость прет. Не для вас уделит ли нам жизнь прекрасна и удивительна. Лет до старости нам без старости, год от года расти нашей бодрости. Славьте молот и стих, землю молодости! Несколько десятилетий Игорь Леонидович вел телевизионную трансляцию военных парадов на Красной площади. В парадном строю подразделение воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия». Семь раз за годы Великой Отечественной войны салютовала Москва подвигом воздушных десантников. Внезапность и дерзость. Умение мгновенно ориентироваться в самой сложной ситуации. Безухорезненное владение всеми видами оружия. Вот качество воинов, которые сегодня служат в воздушно-десантных войсках. После выхода на пенсию Игорь Кириллов продолжил работу на Первом канале в качестве диктора. Вел преподавательскую деятельность. Нередко появлялся на телепередачах в качестве гостя. Светлая память Игорю Леонидовичу и соболезнования родным и близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова